Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня Ха! Ха! Я взял твою У! Я её переверну, на Аризону я пойду, и на паровокон и все введу, и прокачаюсь до шестого ловака, чтобы моя банда грув была на вершине глухака, вышака, мотфака! Я рэпер, вот такой вот я! Эй, заткнись, мотфака! Тупой рэпер. Чёрт! Мород на стурии дерьмо полное! Эй, оу, дилок, как дела нафиг? Эй, здорово, чувак, как вообще жизнь? У меня всё нормально, ты будешь там играть на Аризоне? А, или нет? Ну да, я буду играть, но ты докачался до шестого левела, чёрт! Чёрт, ну, как бы, ты давай докачивайся, быстрее промокод давай, и всё нормально как бы будет, я уж всё придумал. Эй, чувак, а чувак, а как же сцена, как же микрофоны, как же крутые девочки и... Крутые девочки? Крутые девочки, чувак! Я прикалываюсь просто! Я в тюрьме отсидел много, и поэтому не шарил вообще нифига, а пою в свою дурацкую швабру. Слушай, будет всё круто! Поднимем залы! Все ведут промокод, я знаю, да, чувак? Да, все ведут промокод! Когда ты мне принесёшь, блин, мою книгу рифм, и я закачаю весь зал! Ладно, хорошо, 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 хорошо! Только не пой больше никогда! Всем привет, и сегодняшние видеоролики мы с вами рассмотрим и по полочкам разложим все миссии Биг Смоука. Я надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и комментариев. А также, если вам интересна тематика ГТА Сан-Андрес, и вы хотите видеть больше таких видео, то смело можете подписаться на канал! Закончим же с предисловиями, давайте же начнём! С первой миссии OG Low! Это первая миссия, которая использует функцию пропуска поездки, если игрок вдруг провалит миссию заранее. В ролике, когда вы встречаете Джеффри, автомобиль Смоука будет менять свой цвет на белый, а когда разговор заканчивается, Глендейл снова становится синим. Если вы разобьёте машину, пока едете до полицейского участка за OG Lock'ом, то после ролика она будет цела и невредима. Во время миссии, возле въезда во второй переулок всегда будет лежать рандомный труп. Если вы убьёте Фредди раньше, чем он доедет до баскетбольной площадки, катсцена всё равно начнётся возле неё. После ролика, где Фредди уезжает на мотоцикле, а Карл и Джеффри садятся на другой байк, чтобы догнать его, Фредди будет терпеливо ждать вас около въезда во двор. Даже если вы его расстреляете с минигана, ему всё равно это никакой вред не нанесёт. Если до погони за Фредди направить оружие на OG Lock'а, то он будет пытаться вас избить. Во время этой миссии, Фредди вводит свой PCG600 в одиночку, всё ещё имея возможность стрелять в любом направлении. Эта функция недоступна для CJ в игре, так как он может стрелять только влево, вправо, вперёд и всё. Если у вас каким-то образом получится вытащить Фредди из своего байка, при этом не убивая его, игра почему-то вылетает. Это единственная миссия Биг Смоука, где не надо использовать мотоцикл. Если поравлить миссию, будучи толстым, то через некоторое время CJ позвонит Биг Смоук и посоветует ему сходить в спортзал, чтобы сбросить лишний вес, попутно поиздевавшись над ним. При этом это одна из нескольких миссий в игре, в котором может быть уникальна. Можно не бежать за убегающим псом, а застрелить его на расстоянии снайперской винтовки или при должной сноровке выстрелить ему в голову. Если долго преследовать убегающего пса, он залезет в свой Сентинейль. У водителя автомобиля нет сценария маршрута, и он будет просто колесить по городу. Если преследовать автомобиль слишком долго, миссия будет провалена. Скорее всего это связано с тем, что разработчики просто не рассчитывали на такой расклад событий, и цель должна была умереть намного раньше. Биг Смоу говорит, что его кузину зовут Мэри, что является отсылкой на марихуану, Мэр Джейн. Если уничтожить Сентинейль во время того, как пес бежит до него, то он будет просто бежать с места происшествия случайным криком NPC, даря вам шанс застрелить его. А если вы убьете пса в поле зрения Сентинейля, то водитель просто уедет. Оказывается, Биг Смоук немного знает испанский. Во время разработки игры миссия была более продолжительной. В оригинальной версии игры мы просто убиваем бегущего пса, и на этом миссия заканчивается. Но в бета-версии мы должны были отвезти еще Смоука домой. И там-то между Карлом и Смоуком разворачивается интересный разговор. Погнали ко мне на хату, я хочу жрать, чувак. Ладно, слушай, Смоук, что происходит между тобой и темпенни? Что? Темпенни? Чувак, я никогда о нем не слышал. Я видел, как он выходил из твоего дома. О, так его так зовут? Да, ты знаешь это? Чувак, это ничего не значит. Он ублюдок, любит доставлять людям неприятности. Ты же знаешь это, Карл. Но также ты знаешь, что нужно больше, чем какой-то дурак, как он, чтобы вывести меня из себя. Ну что ж, Карл, увидимся позже, хорошо? И смотри, не дай полдобери или как там его, всюхать тебе полное дерьмо. Я пытаюсь, чувак. Старайся лучше. Быстрее на меня, мужик. Ты крутой чувак, Карл. Крутой чувак. Единственная миссия, где мы можем видеть часть интерьера Биг Смоука. Ну, прям чуть-чуть. Какое бы транспортное средство вы не использовали, в последнем ролике CJ все равно будет на Санчезе. Есть множество вариаций прохождения данной миссии. Не обязательно гнаться за поездом. Миссию можно пройти без участия Биг Смоука. Мало кто замечает, но один из членов банды Вага сбивается столбом. Фраза Которая произносит Биг Смоук стала настоящим интернет-мемом. Если проследить за поездом во время провала миссии, Вагасы станут невидимыми. Логика Ракстар. Поезд проезжает через заграду. Игрок через нее пройти не может. В бета-версии игры с мертвых Вагасов нужно было забрать пакет с наркотиками и только тогда возвращаться к дому Смоука. В той же бета-версии в конце миссии Смоук рассказывает, что он работает на темпене. Предлагаю вам также взглянуть на этот отрывок. И дальнейший разговор был вырезан. Зачем темпене нужен этот пакет? Темпене что? Не морочь мне голову, Смоук. Карл, чувак, в тебе что-то есть. Чувак, это какая-то странная аура, блин. Смоук, когда ты прекратишь нести этот сраный бред? Правда в том, что мы заблудились, пока тебя не было. Но теперь мы снова спасены. Что в пакете, Смоук? Проблема в том, что слишком много избранных убивают раньше времени. Если загробная жизнь спасает от того, что ты сейчас несешь, то я готов. Что в этом чертовом пакете, Смоук? Хвать нести эту херню. Я сам не знаю, приятель. Я просто пытаюсь помочь этим офицерам убрать дерьмо с улиц, чувак. Я им не доверяю. Иногда доверие это не выход, братишка. Биг Смоук упоминает, что Вагасу устраивают сделку с Сан-Фиерро Рифа. Хотя на самом деле никого из банды Рифа на сделки нет. Сцена, в которой грузовик падает с дороги в канал, является отсылкой к фильму Терминатор 2 Судный день. Если использовать чит-код Хио Сайям во время езды на мотоцикле, то он взорвется и миссия будет провалена. Эта миссия одна из двух, в которой присутствует русская мафия. Вторая это Грей Импорт. Грузовик Пакер невозможно уничтожить. Когда Смоук перепрыгивает на мотоцикле два автобуса, игрок всегда получает 28 долларов за безумный трюк. Это единственная миссия Смоука, которая не включает в себя членов банды Вагас. А на этом у меня все. Надеюсь вам видеоролик показался интересным, вы чего-то не знали, напишите об этом в комментариях. Также можете поставить лайк, тем самым поддержав ролик. А с вами был Хик, услышимся в следующем видеоролике. МОТАФАКА!